Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Да, 10.04 в Москве. Я думаю, ты начнешь, поэтому как-то уступил даме место, а там... Ты знаешь, нет, я привыкла, что ты меня представляешь. Хорошо, телерадиоканал Страна ФМ. Доброе утро, друзья. Юлия Егорова в студии сегодня вместе с вами. Влад Кутузов сегодня, как обычно в этой студии. И мы утро среды встречаем вместе с актером, певцом, артистом российских мюзиклов, солистом театра Роб-Опера в студии телерадиоканала Страна ФМ. Ярослав Бояр у нас. Ярослав, доброе утро. Доброе утро. И самое интересное, Ярослав разминается, как боец ММА. Да-да-да, косточки прохрустили. Я так думаю, а про музыку ли мы будем говорить вообще сегодня? Я обнажу свои. Будем говорить сегодня про все. Дело в том, что в Москве впервые за 13 лет покажут постановку легендарного петербургского театра рок-опера, мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». Рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда». Да, рок-опера. Вот, и сейчас меня правильно поправил, потому что очень много лет мы называем эту постановку мюзиклом и действительно путаем важные понятия. 28 сентября, 29 сентября, 30 сентября, правильно я все сказала? Все правильно. В где? В концертном зале Измайлова. Измайлова. Да, «Иисус Христос, суперзвезда» в главной роли наш гость Ярослав. Все, вот такая основная шапочная информация мной выдана, теперь давай разбираться. Получается, что театр рок-опера постановку «Иисус Христос, суперзвезда» не привозил в столицу 13 лет? Да. Почему? Почему? Ну, это такие бытовые какие-то, наверное, организационные причины. Мне это было, сколько мне было, 10 лет, 13 лет назад, поэтому... Я думаю, конкуренция есть. Мы совету не хотели мешать. И Стасу нами. Но не то, что мы, это же не мы, как бы театр, так же, как и, в принципе, любой артист, просто организатор видит, берет, сам звонит, связывается, устраивает гастроли и так далее. Как бы театр по России катался и катается и будет кататься стабильно. Это его миссия со столицы. Я не знаю, почему. Давай немножечко поясним и для наших слушателей, и телезрителей Санкт-Петербурга, и для московской аудитории, вообще для всей страны. Дело в том, что рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда» идет в двух столицах. В Москве ее показывает театр Моссовета, театр Стаса Намина. Самая первая постановка появилась, получается, у вас. Внимание, вот тут я могу целую лекцию прочитать. Самая первая постановка появилась в Ярославле еще, там, в 89-м, по-моему, или в конце 80-х. Мы поставили первые по лицензии театр рок-опера, театр рок-опера Санкт-Петербургский, новоиспеченные. Это бывший вокальный инструментальный ансамбль поющей гитары. Да, 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 мы, конечно, знаем. Кто-то остался петь песни под брендом «Поющий гитар», а часть коллектива решила делать крупную форму заниматься и переименовала себя юридически. И вот с 90-го года теперь это театр рок-опера. Нет, с 89-го. И получается, вам 30 лет? Мне 24. Ну, подожди, я тебя уже не отделяю от твоего родного театра. Насколько мы знаем, ты впервые вышел в роли артиста мюзикла именно в этом театре, да. И в постановке «Иисус Христос». Да, в этой рок-опере, это незабываемо, в городе Сочи, в зимнем театре. Апостолом Петром. Страшно было? Ну, естественно, потому что это тоже такая долгая история, длиной с 12 лет. Сколько мне было в 15-м году, получается? На-на-на-на, на-на-на-на. Да? Ноттердам да пари мюзикл. Вот это мой первый мюзикл. Это мой первый мюзикл, из-за которого я сейчас здесь сижу с вами. Это правда? Вот я читала в интервью эти истории, как-то посмотрел, увидел, узнал про этот мюзикл. Слушайте, а давайте сделаем парк. Можно ли субежиrukt? У меня вообще хорошо работает сегодня. Так приятно сидеть на вас смотреть. Слушайте, красивые молодые люди сидят. Приветики, приветики. Доброе утро еще раз. Давайте прервемся, у нас сейчас песня. После этого вернемся и продолжим. Это страна FM. Доброе утро всем. Вернемся к нашему главному поводу. 28, 29 и 30 сентября. В понедельник, смельчаки мы. В понедельник. В концертном зале Измайлова пройдет рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», Ярослав там в главной роли. Кстати, у тебя же там даже не одна роль, а у тебя там получается целых три. Ну, с течением лет, получается, сейчас 19-й, да? С течением, кстати, скольких лет? С 2015 года я работаю в этом театре. И сыграно, наверное, около 200 спектаклей этой рок-оперы. И поэтому мы там все менялись. Кто-то мог, кто-то не мог, кто-то едет на гастроли, кто-то нет. А ты помнишь тот момент, когда тебе позвонили, сказали, Ярослав, ты играешь «Иисусом»? Ой, ну это очень долгая история. Там как бы не такая заурядная система кастингов, как везде. Туда можно просто позвонить и попросить тебя послушать. То есть это исключительно такой порядок. Потому что популярность театра, в принципе, на самом деле упала, вот на данный момент. И он гремел на весь Советский Союз, на всю Россию в 90-х. У него там, ну, было, что называется, свой феномен был. Билета было не достать. Да. Приезжали в город по три спектакля в день, работали разных. Хьюна Найвось, Иисус Христос, Джеймс Амина, Рафиев Редика. Все это вот театр рок-опера. Ну тогда это только появилось в нашей стране. Да, 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 да. Сейчас уже другое поколение. И как бы мое поколение не знает, что такое театр рок-опера. И я хочу это исправить. Слушай, у тебя это отлично получается. Ты даже денежки для родного театра приносишь. И вот эта история летняя, да, с краудфандингом. Да, Юля, произнеси, пожалуйста, слово, нам очень интересно послушать. Краудфандинг. Ну так, ладно, хорошо. Краудфандинг, сбор денег официальный для того, чтобы улучшить спектакль и привлечь к нему внимание. Да. Это твоя идея или твоя идея театра? Лично твоя, как артиста. Да. Ничего себе. Ты можешь назвать конкретную сумму, которую удалось собрать в итоге на все это дело? Сейчас собрано миллион восемьдесят тысяч. Они уже потрачены? О, ну там другая система, конечно. Сначала проект закончится, потом это все выведется, я уже всем заплачу. А, вот так, да, уже по факту потом? Да, да, да. Но несмотря на то, что деньги еще не выведены... Да, то есть мы уже сделали работу, и все люди, которые сейчас трудятся над этим проектом, грубо говоря, они на моем добром слове, на доверии ко мне ждут зарплат. Так ты еще, получается, Ярослав, теперь еще и бизнесменствуешь чуть-чуть. Ну это очень любопытная сфера, конечно. Конечно, я как слепой котенок в этом щупаю. И есть опыт небольшой совсем, я свои концерты тоже организовал в Питере, в Москве. Но это, конечно, другой масштаб. Сейчас мы с коллегами, да, везем этот спектакль, вот я лично в Москву везу. И, насколько я понимаю, деньги вы уже вложили, и техническую часть спектакля серьезно поменяли, улучшили. Да, но это в том числе продолжается прямо сейчас, вот каждый день люди что-то доделают. А, сейчас прям, да, стучат молоточками быстро, да, все там? Ну, кто-то шьет костюмы, да, кто-то заказываем свет вот этот вот замечательный. Как выглядит рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» в 2019 году, мы узнаем через несколько минут. Перерыв тут. Ну да, конечно, перерыв небольшой, 3-4 минуточки, и все обязательно продолжится. Доброе утро. Ну что, друзья, давайте продолжать наше супермузыкальное утро. Да, у нас в гостях Ярослав Бояр у нас, солист театра рок-опера и, собственно, исполнитель роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Да, ты нам начал рассказывать о том, что вы оставили концепцию, форму и основное содержание прежним, но добавили какие-то фишечки в виде нового звучания, новые костюмы, что-то со светом поиграли и заиграло новыми красками рок-опера. Ну, прежде всего, нам просто банально нельзя по условиям лицензии ничего менять, поэтому мы, в принципе, сделали максимум из того, что нам позволяет лицензия. А ты говоришь, что вы 5 дней гневали, ночевали на студии. Да, буквально. Ну, потому что вот такие условия, что надо было сделать. Это оперативно. И вот эти... Мы сначала задали планку 500 тысяч, да, и мы их собрали, а дальше остальные 500 тысяч пошли на съемку видеоверсии и на свет. На световую аренду света, аренду, точнее, гонорара с художником по свету. А художник по свету, у вас же там суперзвезда из «Алиса», да? Да, я просто бешеный фанат с детства этой группы. И вот что очевидно, они делают шоу визуальное. У них там, я имею в виду, видеопроекции современные, то есть группа олдовых рокеров, но они идут ногу со временем в техническом плане. Это замечательно. Я хожу на каждый концерт в Петербурге, вот, вспоминая детство. И да, световые решения там просто потрясающие. И я вот подумал сразу об Андрею Лукашеве. Как все будет в рок-опере? Вот так, в общем, пф-пф-пф-пф, такой ты появился в свете, тут еще лучи. Не весь спектакль. У нас есть, допустим, половина первого отделения, и это просто «Иерусалимский день». Там не будет вообще ничего. Ну, в плане, вот, желтый свет, «Иерусалимский день», ничего не должно мешать. А в Гефсиманском саду можно кучу всего придумать. Ну, я уже видел футажи решений этих световых. Ну, да, то есть мы делаем свет такой, чтобы он не противоречил, не перетягивал на себя одеяло, лишнее внимание, чтобы это не превратилось в концерт. А вот смотри, ты сказал, по условиям лицензии нельзя особо ничего менять, да? А было вообще желание изначально? Конечно, была бы воля, я бы оркестр туда посадил, собрал бы больше и посадил бы оркестр. Но это, ну, в плане… Нельзя, да? Нельзя, да. У нас лицензия и минусовочная, и, 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 а лицензия другого вида – это, опять же, несколько месяцев переговоров с Лондоном, там все долго. А, там Лондон наверху. И другие деньги совсем, ну, условия, в принципе, проката для нашего спектакля и так, как бы, неблагоприятные. В условиях, опять же, того, какое у нас налогообложение, там и так далее, всего этого. Это трудно, это очень трудно. И, ну, мы хотим, и мы это делаем. Ну, и сделали круто, я не сомневаюсь. Получается, Москва первой увидит обновленную версию рок-оперы. Мы, москвичи, будем первыми. Москвичи первые, это логично. Потому что мы обязаны с тобой. А давай еще раз напомню, какого числа, вернее, в каких числах, это три дня же будет подряд, 28, 29, 30, правильно? Да, три дня подряд в концертном зале Измайлова, начало в 19 часов. И я думаю, что москвичам стоит это посетить. Да, мы сделали все удобно, 28, 29 это суббота, воскресенье, то есть типичные дни для похода в театр. И еще будет в понедельник спектакль. И еще один нетипичный день для похода, да. Да, 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 да. Там мы будем снимать видеоверсию, собственно, это особый день. И как-нибудь попробуем отпраздновать, собственно, премьеру именно 30-го. Ну, а ты же сегодня фрагменты представишь рок-оперы. У нас будет исполнение лайв. Да, все очень скоро, дождите, друзья. Серия радиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Доброе утро, страна! 28, 29 и 30 сентября москвичи смогут впервые за 13 лет увидеть обновленную версию рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». У нас в гостях сегодня исполнители главной роли. И вот что важно, что мы сможем увидеть этот спектакль не только с новыми живьем записанными музыкальными инструментовками, новыми костюмами, но также с крутейшим световым шоу, над которым работал очень-очень-очень известный художник по свету. Мы о нем уже поговорили. Слушай, я знаешь, о чем хотел сказать? Надо спросить, вернее. Ты сказал, что рок-опера уже порядка 200 раз, да, прошла она? Это я в ней проработал больше 200 раз. С твоим участником, конечно. Да, когда она, ну, с 90-го года там. Мы о тебе сегодня говорим. Сейчас нет у тебя такого момента, когда выходишь на сцену, и у тебя, ну, более-менее уже вот, ну, представляешь, 200 раз снежный мужик. Уникальный, феноменальный вообще спектакль в том плане, что его всем нравится работать, все стремятся его работать, и от него никогда не устаешь, никогда. Ну, вот так вот, таких мало. То есть ты хочешь сказать, что даже, напомни мне, как зовут артиста, который играет уже, там, 50 лет роль, исполняет роль Понтия Пилата. Не, не 50 лет, он Харона в Орфе Вредике исполнял более 2000 раз. 2000 раз? Да, почти в одном составе. Такое возможно вообще? То есть 90% всех спектаклей за эти, сколько, 75-го года он отработал. Мы говорим про Богдана Вечаровского. Да, на заслуженной артиста России. И он же, кстати, выйдет на сцену и в Москве. Да, да, 29-го. И будет исполнять роль Пилата, вообще потрясающе. А роль Иуда исполняет... Роль Иуда исполняет два исполнителя. Первый это Вячеслав Нагин, он в театре работает 20 лет. Один из самых крутых Иуд вообще мировых. Я как фанат жанра говорю, да, фанат этого спектакля. Он не уступает вообще... Вокально он не уступает ни Дрюс Эричу, ни Карлу Андерсону. Ну, то есть те, кто из фильма, из других постановок австралийских, американских. Это супер-супер Иуда. Я им горжусь. Ярослав, ну слушай. А второй Иуда, это приглашенный артист, мной приглашенный артист в этот проект. Мой друг и сейчас звезда московских мюзиклов Александр Казьмин. Балвампиров, Монте-Кристо, Привидения, все, что сейчас актуально. Вот он везде работает в Москве. Ну что ж, Ярослав, наступил вот этот вот ответственный момент. Мы тебя просим надеть наушники, это во-первых. И просим тебя исполнить что сейчас? Да, пару слов, что сейчас прозвучит. Так, сейчас прозвучит очень-очень непоказательно, очень тихонько, специально, чтобы... Атмосферу нагнетаю немножко, да. Сейчас прозвучит Саундпойнтия Пилата. Я буду сегодня петь то, что я не исполняю в спектакле. Саундпойнтия Пилата. Это малюсенькое произведение с небольшим референсом. То есть первые 30 секунд, я сегодня дома смонтировал этот момент. Первые 30 секунд, это будет референс аранжировки 90-го года. И дальше я исполню живьем от начала до конца. Это небольшое произведение. Да, уже в более-менее сведенном варианте. Дорогие друзья, вы понимаете, какой эксклюзив сейчас произойдется в прямом эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» Сон Пойнтия Пилата. Версия 90, версия 2019. Ярослав Бояр у нас. Мы готовы. Давайте. Давайте поехали. Во сне я видел иудея, он душу мне потряс. Я не встречал таких печальных глаз и отрешенных глаз. И вдруг весь зал вокруг наполнился людьми. За злобой на него обрушились они. И все исчезло вновь. Во сне я видел иудея, он душу мне потряс. Я не встречал таких печальных глаз и отрешенных глаз. Страна. Спросил я, что с ним, что случилось. Он не отвечал. Я повторил вопрос, но он молчал, как будто не слыхал. И вдруг весь зал вокруг наполнился людьми Со злобой для него обрушились они И все исчезло вновь Перед мной явились толпы плачущих о нем И слышал сунт вершили надо мной С беззрением их ум Я вот здесь аплодисменты, они уже пошли, кстати Слушай, это, знаешь, тот момент, когда... Ярослав Бояр у нас Почему так закончилось все быстро? Я хочу еще... А вот это просто замануха небольшая Зачем ты сделал так мало всего? Потому что будет вторая демка, собственно, ради которой мы дослушаем все это до конца А там уже будет все объемнее, да? Там будет ключевая вообще музыкальная тема этого спектакля Это будет Арии и Уды Это кульминация, собственно Просто дайте мне проснуться немножко Нет-нет, все у тебя хорошо Мы это оставим на конец Ну тебе, Лень, тебе не привыкать с ними тропить Небольшая заманиловка, чтобы как бы, ну, понятно было уже Чтобы не размусоливать большие арии Среди разговора Мы дадим одну клевую, ключевую Ближе к концу разговора А сейчас вот был сон пилота А я правильно понимаю, Ярослав, что вообще сама рукопера Она довольно интимная, потому что там нет какого-то гигантского количества Декораций, вот объема вот такого... Да-да-да-да, Владимир Иванович Подгородинский, режиссер Он в интервью мне сказал, что он предвосхитил нынешние тенденции К минимализму На самом деле, да, задача была на самом деле другая Театр гастрольный И нужно было как можно... Мобильнее, да? Как можно мобильнее, да, сделать постановку Поэтому есть пандус из декорации Одна декорация, это пандус Станок пандусный И чтобы... Зачем? Чтобы было видно все, что происходит на сцене То есть там есть распределение, география, сценография Да-да-да Очень важно, что в этой рукопере, прости, перебиваю У тебя есть Ярослав Бояр у нас Который не только гениально исполняет свою роль Но и отлично рассказывает об этой постановке Так что, я думаю, сейчас уже полстраны хочет пойти Но это не все, мы продолжим очень скоро Потому что по любви Сто процентов Доброе утро У нас просто потрясающее музыкальное утро В гостях Ярослав Бояр у нас Актер, певец, артист российских мюзиклов Солист театра рок-опера Дело в том, что 28, 29 и 30 сентября В столице впервые за 13 лет пройдет рок-опера Иисус Христос, суперзвезда Она изменилась, она стала более современной Более... Вот какое слово... Помогай... Энергичной Энергичной, да Это обещаем Более световой Более световой В смысле всего того, что... А мы вот сейчас, пока вы наслаждались песней Говорили с Ярославом про его любовь к жанру Мюзикл Вот что для тебя мюзикл вздыхает? Почему так сильно? Это абсолютно гениальное сочетание Средств выразительности сценических Музыка... То есть, да Концерт этого мне недостаточно по наполнению А драматический спектакль Это для меня трудно, потому что нет музыки То есть, музыка для меня это честнее Первичная, наверное Честнее, да-да-да Если бы вся жизнь была бы мюзиклом, я бы был счастлив Мне труднее разговаривать с людьми речью Легче спеть просто буквально Мамма миа Слушай, ну когда театр и когда актерство, плюс еще музыка Мне кажется, в этом случае сложнее обмануть зрителя, да? А не надо обманывать Ну я так вообще, это более сложная история Да, конечно Ну, вообще, жанр считается комплексным Комплексным и артисты в нем работающие Должны быть универсальными Которые поют и играют и танцуют И все гениально в равной степени должно быть А бывает, что под фонограмму исполняют арии артисты? Я таких примеров даже в мире не знаю А, ну то есть это вот вообще Наверное, они есть Очень сложно Но я не знаю А вообще, сложно ли найти артиста под свой мюзикл? Ну, мне кажется, это же вот учитывая многостанусть Многозадачность Ну, опять же, наблюдая, когда я еще был школьником и мечтал работать в жанре Я думал, это просто невероятно недостижимые цели Оказалось, на самом деле, что нас не так уж и много Ну, вот я помню тоже из своего одеса Света Светикова Ну, это первый эшелон, который, да, нулевых Да, и красотка, и поет она роскошно Конечно Да, Антон Макарский, кто у нас еще Это все из Интердама, да Настя Стоцкая, да, стала звездой Чикаго, да, по-моему Я Чикаго видел, я с Киркором видел Чикаго И я даже до пять 150 лет назад, да, да, да Это было уже очень давно В театре эстрады, по-моему Ярослав, ты просил вот немножко оставить тебе времени До того, как ты будешь петь Вот сейчас это время есть, да, ты хотел пару слов сказать о том, что сейчас прозвучит Ну, что сейчас, собственно, самый-самый сок, наверное Если я все это вытяну Холод тебе помощь В 10 утра я встану, потому что, на самом деле, тревожусь Потому что вокальное произведение не самое простое Но самое драйвовое и крутое вообще Из Северокоперы для меня И Гефсиманский сад Сейчас, собственно, мы собрали какую-то демочку рабочую Арии и Уда Это самая тема Знаменитая, наверное, из-за трек-оперы По музыке И вот сейчас попробую вам напеть это дело Слушай, ну, заинтриговал просто Роль эту я не работал никогда То есть я с вами тоже сейчас самореализуюсь А это тоже впервые сейчас прозвучит? Нет, ну я на концертах исполняю Но я имею в виду, в спектакле я ни пилата Ни его не пою Ну, то есть вы понимаете, какой эксклюзив прямо сейчас прозвучит Ярослав Боярдов Давайте, поехали Я понял, наконец Я вдруг Увидал Наш финал Я его Угадал Чизис И сам поверил в то Что говорят кругом И кажется готов Зазваться божеством Я понял, наконец Я понял, наконец Увидал Наш финал Я его Угадал Если заклинусь Немного Вперед Миг Сам ты стал для них важней И дел И слов Своих Слушай, Джинсис Слушай, Джинсис, это все не к добру Ты опасную затеял икру И поверь мне Я говорю, как друг то, что есть Ты смутил умы простые Они поверили в мессию Но прозреют Но прозреют И взлелеют Месть Помню, как все начиналось Встарь Ты человек Был не бог И не царь И поверь мне Тобой я восхищался Много раз Но эолы Извращаются Слова И Раздувает Их Молва Стал Кумиром Ты Не в добрый Час На Совет Зачем твой сын Знаменитым стать Решил Лучше б стал он За дверстак Разве не так Кротко шел бы Как и все По-родительской Здесь Сестуя Из столы строгал Горя б не знал Вспомнить жизнь За свой несчастный народ Нам нельзя быть Сегодня в разброд Разве ты забыл Что мы под властью Чужие земцы В злых Мы рискуем головой Уж больно шум От нас большой Как бы не навлечь нам Бед больших Бед больших Бед больших Слушай, Джизес, заглянуть за пора Ты поверь мне, я хочу нам добра Но взгляни вперед, но раскрой глаза Увидишь всё сам За тобой идёт толпа Она всегда слепа Жаждет в рай, а попадает в ад Жаждет в рай, а попадает в ад Слушай, Джизес, заглянуть за пора Ты поверь мне, я хочу нам добра Я понял, я понял, Джизес, понял я Я понял Оглянуться пора Слушай, Джизес Оглянуться пора Слушай, Джизес, заглянуть за пора Слушай, Джизес Сейчас я это дарвич потерял вообще Да, 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 да У-у-у-у-у-у И этот человек говорит, утро, я не знаю там, как оно будет kiP Как, блин, ты это делаешь вообще, не могу понять Ярослав Бояр у нас берёт и делает это Это просто эксклюзив в эфире Страны ФМ только что случился. Роскошный исполнитель. Это не комплимент, это правда абсолютно. Спасибо большое. И вот сейчас мы видели в метре от себя, как это происходит, когда голос соединяется с грамматическим мастерством, с 10 утра. Это очень, очень, очень. Вообще приятно, да, Юлька? Вот сидишь в утреннем эфире, а рядом гений. Ты знаешь, о чем я думала Кутузов, кстати, сейчас? Я думаю, спасибо журфаку за то, что я на него поступила, и могу благодаря своей работе вот такое видеть и слышать своими глазами. Да, и можешь не петь. Пусть поют те люди, которые умеют и любят это делать. Как это делает Ярослав. Спасибо большое. Очень круто. Давай сейчас о главном. У нас есть еще буквально минуточка. Ты можешь подснять наушники, чтобы нас слышать или все хорошо нормально. Как тебе было проще, если так комфортно? Ты, кстати, пользуясь возможностью, 10 минут осталось до конца эфира, можешь пригласить всех еще раз уже от своего времени. Ребята, я петь не буду в эти дни. Иуду, но буду петь Иисуса Христа. Напугал уже, все упало уже просто. Мастер интриг. 28-29, 30 сентября, концертный зал Измайлова. Мы привозим с гастролями новую обновленную версию рок-оперы Иисус Христос, суперзвезда. Начинается рок-опера в 19 часов. Конечно. Да, мы просим всех не опаздывать, как это важно. Ну что ж, Влад, у меня к тебе последний вопрос. Вот ты честно, ты пойдешь, потому что я загорелась, я думаю, что я освобожу вечер. Слушай, ну если не возникнет какой-то неведомой силы, да, то я пойду, конечно. И мне кажется, вы очень правильно сделали. Суббота, воскресенье, это понятно, выходные дни. А понедельник, кто зажег выходные, да? А в понедельник, а что бы мне не сходить на рок-оперу? А тут раз, и она есть. Это уникальный случай, что можно даже артистов пригласить. Обычно для артиста понедельник, это выходной. Да, выходной день, да, да, да. Спасибо тебе большое. Это утро мы встречали вместе с актером, певцом, артистом, мюзиклом. Спасибо, ребята. Солистом театра рок-опера Ярославом Бояруносом было очень-очень-очень горячо. Пока всем.